Оптимизировать границы при аэродромной зоне, причём в кратчайшие сроки, сегодня эта тема на повестке дня. Сейчас в седьмую санитарную подзону входит почти половина Иркутска. Это серьёзная помеха для строительства любых объектов. Большие проблемы могут возникнуть при возведении жилья, школ, детских садов и поликлиник. По приглашению губернатора в Иркутск прибыл глава Росавиации Александр Нерадько. Совместно ищут наилучшее решение проблемы для всей страны. Здесь нужен компромисс. Вот в этом направлении мы работаем. Договорились в отношении аэропорта Иркутска сформировать специальную группу, куда войдут представители Росавиации, Роспотребнадзора, администрации города, области. И будем работать над оптимизацией границ седьмой подзоны. Также обсудили переносы аэропорта Иркутска за черту города. По предварительным оценкам стоимости, возведение аэродрома обойдётся более чем в 53 миллиарда рублей. Средства на это необходимо выделить из федерального бюджета, а также использовать механизм государственно-частного партнёрства для строительства зданий и терминалов. Игорь Кобзев отмечает, что безопасность людей – приоритетная задача. И пусть вопрос переноса воздушной гавани обсуждается давно, от слов пора переходить к делу. Мы принимаем решение на контрактной основе приобрести сегодня консультанта, с международным именем это точно, который чётко нам даст позицию, как двигаться, в каком направлении область должна двигаться по строительству нового аэропорта. Мы имеем поддержку правильности технической документации, конкурсных моментов, которые, в общем-то, сегодня нам позволят побыстрее реализовать вот это наше направление. Кроме Иркутской воздушной гавани, внимание уделили и северным аэропортам. Так, Устилимск получит современное аэронавигационное оборудование для обслуживания полётов. Это позволит увеличить количество принимаемых типов воздушных судов, число рейсов и пассажиропоток. Как отметил глава Росавиации Александр Нерадько, взлётно-посадочная полоса в Устилимске – настоящая драгоценность. И многие региональные аэропорты только мечтают о такой. Северная гавань пока принимает только маленькие самолёты, а есть все возможности для посадки больших лайнеров. В этом году планируют инициировать дополнительное обследование несущей способности покрытия взлётно-посадочной полосы. И тогда примут решения по типам воздушных судов, которые можно принимать.